МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ваша информационная программа Республика в студии Александр Базаров. Как увеличить социальную поддержку граждан в условиях экономической нестабильности? Какие дополнительные ресурсы необходимо использовать? Об этом и многом другом говорили на заседании Кабинета министров, которое провел глава Чуаши Михаил Игнатьев. Главная тема последних дней. Депутаты Госсовета, готовясь рассмотреть проект бюджета во втором чтении, решили обнулить статью расходов в субсидирование госслужащим покупки жилья. Полученная экономия в размере почти 36 миллионов рублей позволит сократить стаж, необходимый для получения званий ветеран труда гражданами Чуаши. Мы, депутаты, всегда встречались с населением. В основном вопрос поднимали именно те ветераны наши, у которых там полгода не хватало, у которых год не хватало. Вот они очень просили, чтобы мы выходили на вас, Михаил Игнатьевич. Сейчас депутаты, и глава Чуаши с ними абсолютно согласен, предлагают снизить необходимый стаж и у женщин, и у мужчин на 2,5 года. Колицу людей, по тем сведениям, которые Министерство развития нам представляет, это первоначально 4 тысячи, но это коэффициент примерно 2,5-3 получается. Не менее 10 тысяч наших тружеников получат дополнительно водители годы. Другие формы поддержки, в частности, обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, прописаны в проекте закона, разработанном Минстроем Чуваши. В 2015 году Чувашской республике на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, федеральным бюджетом предусмотрены субвенции в объеме 304 миллиона 112 тысяч рублей. Около 280 граждан смогут улучшить жилищные условия, в том числе 136 ветеранов Великой Отечественной войны и 84 инвалида. Правительство рассмотрело и проект закона регулирования отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка. Помимо внешних отличительных признаков и другой атрибутики, народные дружинники могут рассчитывать и на материальное поощрение. Минформ политики Чуваши отчитался о работе по основным направлениям. Главными задачами ведомство видит развитие информационных технологий, развитие информационной среды и развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чуваши. На заседании правительства Михаил Игнатьев также назвал лауреатов премии главы республики в области социальной ответственности. В этом году ее получит общество с ограниченной ответственностью микрохирургии «Глаза и Контур», Чебоксарский электромеханический завод и Шумерлинский завод спецавтомобилей. Я благодарен руководителям этих предприятий и организаций, благодарен всему трудовому коллективу за то, что ведут социально-ориентированный бизнес. Публично, открыто, все налоги отчисляют и открыто, без серии схем, выплачивают заработные платы. Это очень важно. Исполнение майских указов президента страны Владимира Путина – основная тема, которую обсуждали на сегодняшнем заседании в Доме правительства. Указы от 7 мая 2012 года коснулись сферы здравоохранения, образования, ЖКХ и демографической политики. Обсудили не только реализацию указов, но и обстановку в регионе в целом. Снижение смертности среди населения – один из пунктов указа о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения. Динамика в данном вопросе положительная, однако не все зависит от профессионализма медиков. Рост продолжительности жизни за последние три года на 2,3 года – это фактически тот показатель, который раньше мы достигали в течение 10 лет. ДТП здесь тоже, честно говоря, это не совсем, наверное, медицинский показатель, он такой консолидированный, но при всем при том он у нас стоит. Поэтому в данном случае мы неоднократно ставили вопросы на межведомственных комиссиях, что здесь нам нужно работать, в общем-то, вместе. Указ о мерах по реализации демографической политики выполняется на 100%. Только за этот год значительно увеличилось количество многодетных семей. Более чем на 20% увеличилось число семей с тремя и более детьми. Все меры социальной поддержки по выплатам за рождение третьего ребенка соблюдаются, подытожила Алла Самойлова. Как реализуется майский указ в области образования и науки, рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Светлана Петрова. На сегодняшний день не везде соблюдается соотношение педагогических работников, количество детей в школах и детских садах республики, предусмотренное дорожной картой. Однако тому есть логическое объяснение. Действительно, по дорожной карте, которой мы приняли на себя обязательства соотношения один педагог-воспитанник дошкольного учреждения, мы два показателя, два пункта не выполняем. Вот посмотрите, какие мы взяли на себя обязательства среди регионов. Мы выбрали самые лучшие показатели субъектов Российской Федерации. У нас там, кроме Башкирии, Республика Адыгея и Краснодарский край. Вот мы впереди планета всей. Важный пункт майских указов – повышение эффективности бюджетных расходов и государственных закупок. Перед нами стоит задача дальше по увеличению собственных доходов. Соответственно, это одна из задач, которая стоит и не первый день. Это сокращение задолженности республиканской и местного бюджета по налогам, по арене, плате за использование имущества. Необходимо также дальнейшее усиление контрольной работы по проверке налоговых агентов в части своей временности, перечисление НТФЛ и выявление серии схем по выплате заработной платы. Данная работа координируется Министерством финансов совместно с налоговыми органами. У нас в декабре налоговые спланировали тематические проверки, соответственно, именно по данному направлению. В планах на будущий год – усиление работы по выявлению незарегистрированного имущества. Это серьезно может пополнить республиканскую казну. Координировать работу будет Министерство имущества совместно с администрациями городов и районов республики. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Как обстоят дела в сфере государственных закупок, сегодня обсудили на очередном заседании Координационного совета по противодействию коррупции при главе Чувашии. Какие нарушения выявляют правоохранительные органы, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Коррупционные факты в сфере госзакупок по-прежнему выявляются наиболее часто. Сливки с продаж и покупок снимают при заказе товаров для отрасли АПК, жилищного строительства, дорожного хозяйства и медицины. В этом году администрацию Батревского района уличили в приобретении дешевой электростанции. Хотя по документам муниципалитет вовсе и не думал экономить. Стоимость оборудования и проведенных работ при этом была оплачена в полном объеме. Чем допущено необоснованное расходование средств местного бюджета на сумму около 300 тысяч рублей. По направленным прокурором материалам Батревским отделом Следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, которое расследуется. По-прежнему в республике пресекают действия компании однодневок. Такие фирмы даже срывают заказы Министерства обороны. В последнее время они предоставляют заказчикам подложные гарантии от банков. Из-за подобных организаций в республике до сих пор откладывается открытие детских садов. Причем взыскать существенную сумму с них потом довольно сложно. Они потому что уведут активы и ничего не оставляют 10 тысяч уставных капиталов. Понятно, сейчас тоже судебная практика не сформировалась. Фаза Д-44, который принят, работа начата со всеми теми государственными заказчиками, муниципальными заказчиками. Опять-таки в реальной работе вопросы возникают. Лазейка появилась для недобросовестных участников. Но вести порядок в сфере госзакупок возможно. В республике составляют списки недобросовестных подрядчиков. Только с начала этого года в перечень попали 18 организаций. Медрик Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Сделать город удобным, красивым и безопасным. Всем этим требованиям отвечает муниципальная подпрограмма обеспечения комфортных условий проживания граждан. В ее рамках в этом году был сделан ремонт балконов в домах на проспекте Ленина. Оправдались ли вложенные средства, сегодня оценили депутаты Чебоксарского городского собрания. К фасадам домов на центральной улице предъявляются особые требования. Но на строениях 60-х годов прошлого века красоту сохранить сложно. Выходить на ветхие балконы и вовсе не безопасно для жизни. Горожанам была предложена программа софинансирования по капитальному ремонту. 75% из бюджета, 25% от собственников жилья. Не каждого устроил такой расклад. Жители задавали вопрос, что управляющая компания собирает деньги со всех полностью. У тех, у кого есть балконы, у кого нет балконов. По большому счету это в соответствии с действующим законодательством. Балконные плиты и вообще балкон относятся к общему домовому имуществу. Соответственно, по закону должны платить все. Точно так же, как за лифт первые этажи тоже должны платить, за кровлю тоже все должны платить. Сегодня картина по улице Ленина выглядит контрастно. С одной стороны все еще остается сгнившая деревянная отделка, с другой – ухоженные конструкции с пластиковыми окнами. Жильцы были очень довольны, потому что хотели давно, многие застеклись балкона, потому что дом старый. И восприняли прям с удовольствием, с большим удовольствием. И никаких препятствий я не встречала. Работы в доме Антонины Петровны длились один месяц. Свою долю собственники выплачивали частями в течение шести месяцев. Таким образом, 10 тысяч не показались неподъемной суммой. Ведь если заняться ремонтом балкона самостоятельно, выйдет намного дороже, признаются жители. Сначала мы присматривались, как это будет, к чему это приведет. Но администрация на самом деле так активно и грамотно и эффективно это все проделала. У нас завтра будет комиссия по городскому хозяйству. На этой комиссии мы уже этот вопрос внесем. От имени комиссии будет письмо на имя главы города, на имя главы администрации. С тем, чтобы продолжить эту программу. И надеемся, что и жильцы нас поддержат. Пока депутаты проверяли состояние балконов, поступило предложение добавить немного свежести и ярких решений в дизайн фасадов. Привлечь для этого художников и молодых дизайнеров. Инициативу решили обсудить со специалистами. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. В Москве наградили победителей шестого всероссийского конкурса «Смиротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Организаторы сами изучали контент различных средств массовой информации. В результате в десяти номинациях были выбраны трое финалистов. Наш корреспондент Ольга Пырочкина на связи из столицы. Коллеги, здравствуйте. Вчера, буквально поздно вечером, завершилась церемония награждения лауреатов шестого всероссийского конкурса «Смиротворец». Всего в этом году в конкурсе участвовало более 700 работ со всей страны, исключая крупнейшие федеральные СМИ. Финал прошли чуть более 30 участников, исключая национальную телерадиокомпанию «Чувашин». В итоге наша телерадиокомпания стала третьей в номинации телевидения с программами «Дерево дружбы» и «Выконшебщерень». Так что очень скоро я привезу в редакцию очень такой увесительный и серьезный диплом. Все работы представлены на сайте организатора конкурса «Нацакцентв.ру». Там же организован интернет-голосование. Теперь своего победителя выберет не профессиональное жюри, а народ. Отдать свой голос вы можете до конца декабря. Человек-гражданин-ученый. Под таким названием в Чугу имени Ульянова уже не первый год проходит региональный фестиваль науки студентов и молодежи. Какие нововведения появились в этом году, узнала наша съемочная группа. Научно-практические конференции, выставки, круглые столы, олимпиады, интеллектуальные игры, мастер-классы, семинары и тренинги. В таком насыщенном сочетании в эти дни проходит региональный фестиваль студентов и молодежи «Человек-гражданин-ученый». Активные и целеустремленные студенты представляют свои идеи, проекты и разработки. Фестиваль ЧГУ «Человек-гражданин-ученый» проводится восьмой раз на базе нашего университета. Очень радует, что в нем принимают участие не только студенты, но и школьники. Их более ста участников в этом году. Что дает это студентам и школьникам? Первое – это освоить методологию научных исследований, а по большому счету полюбить науку, уметь делать проекты самые разные на различные темы. Это, пожалуй, самое важное, что в этом фестивале может найти каждый. Еще одна традиция фестиваля науки – познавательные выставки презентации факультетов. На них преподаватели и студенты не только рассказывают о профильном образовании, но и показывают собственные проекты, конструкции и макеты. Это манипулятор, предназначен для перекладывания предметов на заводе, либо загонения их в токарный станок, либо другие функции. В принципе, он многофункционален и можно использовать как живую силу, вместо человека. Участие в конференции нам дает возможность понять хорошую нашу специальность. Мы учимся на кафедре системы автоматического управления электроприводами. И восстановление этого робота как раз дает более точное, скажем так, понятие всей этой специальности, всей специфики. Мы определяем индекс Кирдо. Индекс Кирдо нам показывает, какой вид системы у нас преобладает на данный момент – симпатика или парасимпатика. Именно на данный момент. Также здесь вы можете определить свои рефлексы, сухожильный коленный рефлекс, а также рефлекс сухожильный на двуглавой мышце плеча. В течение недели на фестивальной площадке пройдет немало интересного. Интеллектуальное ток-шоу, тренинг по ораторскому искусству, мастер-классы выпускников факультета журналистики Чуварского госуниверситета, конкурсы фоторабот, рисунков, телевизионных сюжетов, радиоведущих и многое другое. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика. Расчет зарплат, премии и отпускных лежит на плечах именно этого специалиста. Суть его профессии значительно шире сведений дебита с кредитом. Все это я говорю о бухгалтере. Он фиксирует в документах всю финансовую деятельность компании. Тему продолжит Юлия Важенина. Я же Александр Базаров с вами прощаюсь. Всего доброго. Третья всероссийская практическая конференция собирает бухгалтеров различных уровней – практиков и теоретиков, лекторов, вузов и преподавателей курсов повышения квалификации. Ведь главная задача семинара – обменяться опытом. Это ежегодная конференция, которую мы проводим каждый год в преддверии нового года, в преддверии изменений в законодательстве. Для того, чтобы ознакомить бухгалтеров с какими-то изменениями, поскольку все мы знаем, насколько сильно меняется наше законодательство, и это происходит, к сожалению, а может быть и к счастью, достаточно часто. Судя по количеству участников, конференция как форма работы еще долго будет востребована. Оторвавшись от своих грозбухов всего на день, специалисты получают довольно большой объем полезной информации. При этом у них есть возможность получить консультации по интересующим вопросам. Это замечательное мероприятие, которое направлено на то, чтобы наши бухгалтера, не только бухгалтера, но и руководители, то есть все те, кого касаются наши налоги, узнавали вовремя и своевременно все изменения в нашем законодательстве и не совершали ошибок. Как правильно рассчитывать НДС, налог на прибыль, какие изменения вносятся в процедуру налогообложения, что нового в системе пенсионного страхования. Все это обсуждалось на конференции бухгалтеров. В системе обязательного пенсионного страхования с января 2015 года произойдут большие изменения. Будет пересмотрено формирование пенсионных прав застрахованных лиц и начисление пенсии в новых условиях. Новая пенсионная формула, где найдут отражение стаж застрахованных лиц и белая зарплата, будет внедрена уже с начала 2015 года. А это значит, что бухгалтеров ждет большая работа по оценке пенсионных прав всех застрахованных лиц. Помочь счетоводам может бухгалтерская справочная система «Главбух». Бухгалтерская справочная система «Главбух» очень такая, я бы сказала, объемная, простая, понятная и профессиональная справочная система. В результате конференции все слушатели получат возможность бесплатно решить свой конкретный вопрос на базе онлайн-помощника системы «Главбух». И тем самым не упустить ничего важного из вида, например, при составлении годового отчета. Редактор субтитров А.Семкин